Брошенных кошек и собак в этой стране вообще не осталось. Для этого власти не сделали ничего, причиняющего животным вреда. Они просто установили права животных, систему штрафов и поощрений для владельцев и обозначили владельцев определенными уровнями ответственности. Также полностью население было обязано на поголовную стерилизацию для животных, не представляющих племенной ценности. То есть опыт этой страны сейчас показывает, что гуманное решение проблемы безнадзорных животных не миф, а абсолютная реальность. Мы сейчас попробуем разобраться, как это работает, что для этого необходимо сделать. Пожалуйста, далее. Для начала мы попробуем определиться с терминологией. Под животными в данной лекции мы будем понимать кошек и собак. Это, конечно, не значит, что остальные звери, козы, коровы, попугайчики, черепашки бездомными не бывают. Они бывают. Но пока у нас по улицам не ходят табуны бездомных лошадей, проблемой мы это назвать не можем. Далее мне хотелось бы несколько разграничить термины безнадзорный и бездомный. Попробуем разобрать это на примере. Например, у нас есть 12-квартирный дом номер 17 по улице Васильковой. Во дворе дома проживает собачка Жучка, собачка стерилизована, имеет номерной жетон, зарегистрирована на опеку на бабу Валю из квартиры номер 3, проходит ежегодную вакцинацию, за территорию двора не выходит. Это животное бездомное, но не безнадзорное. А вот у Коли из дома номер 15 по той же улице Васильковой живет доберман Джек. Коля лентяй, Коля собаку не выгуливает, он утром идет на работу, выгоняет ее на улицу. Вечером, когда приходит с работы, ее домой забирают, может быть покормит, если вспомнит. Эта собака будет у нас безнадзорной, но не бездомной. А во дворе дома номер 16 по той же злосчастной Васильковой живет Сучка Машка. Сучка Машка регулярно приводит потомство, образовала вокруг себя целую стаю. Никто ими не занимается. Эти собаки одновременно и бездомные, и безнадзорные. Теперь хотелось бы спросить, проблема с какими животными должна решаться в первую очередь? С бездомными или с безнадзорными? С безнадзорными. Только небольшую статистику. По приблизительным подсчетам на 2012 год количество бездомных животных в Житомирском районе составляло около 23 тысяч голов. По данным на 2015 год эта цифра упала до 10 тысяч. И по подсчетам на первую половину 2016 года это число снова возрастает и приближается уже к цифре в 12 тысяч. Так, с терминологией мы определились, с проблемой определились. Далее, что у нас предлагается в качестве решения? В связи с принятием в 2006 году, редакцией его в 2010 и 2015 году, это закон про захист творен вид жорстокого поводжения, эвтаназия на улице животных у нас запрещена. Соответственно, был принят проект стерилизации по схеме отлов, стерилизации и возвращения на место. Для начала мы начнем с того, почему животных нужно стерилизовать. Пожалуйста, следующий слайд. Это чудесная схема, показывает нам увеличение численности нестерильных животных. За год одна пара собак производит 16 щенков, одна пара кошек 12 котят. Обратим внимание, через 3 года эта цифра становится уже 512,376 соответственно, а через 5 лет только 12 тысяч животных одного и другого вида. Это, конечно, схема не учитывает смертность поголовья, но даже если бы учитывала, если бы эта смертность была хотя бы 50% составляла, все равно вы можете видеть, что цифры достаточно внушительные. И, пожалуйста, следующий слайд. Еще почему стерилизация, ну, в общем-то, необходима даже для ваших домашних животных. Она решает очень многие проблемы, с которыми сталкиваются многие владельцы. То есть она фактически снижает количество меток, это у кошек, в общем-то у собак тоже. Она снижает вероятность побегов животных, она снижает агрессивность, очень сильно снижает риск онкологии и увеличивает срок жизни. Но это то, что мы говорим о домашних животных. У домашних животных, у стерилизованных, срок жизни увеличивается, вот если говорить о собаках, это до 10, 15, иногда 18 лет. У стерилизованных кошек сейчас наблюдается очень много животных в возрасте 25-30 лет. То есть это достаточно большие сроки. Но это про домашних животных. Что касается бездомных, у них с возрастом все по-другому. Средний срок жизни бездомной собаки составляет 3-5 лет. Срок жизни бездомной кошки 4-7. Связано с многими опасностями, которые встречаются на улице. Но то есть стерилизованное животное потомство не дает. Соответственно через 5-7 лет, теоретически, когда программа действует, у нас животных должно было бы уже внезапно не остаться. Программа стерилизации действует в нашей стране с 2011 года. То есть 5 лет уже прошло. Видели цифры по количеству подсчета по Житомирской области. Собственно количество у нас не уменьшилось. Почему не уменьшилось? Все очень просто. Это приток животных извне. Соответственно из квартир. Это животные, которых выбрасывают владельцы. Многие вот, наверное, часто сталкивались с ситуацией. У нас такая красивая собачка, чтобы она щенков родила. Для здоровья мы ее один раз повяжем, она нам щенков родит. Мы их потом все продадим. Вот собачку эту повязали. Родила она 8 щенков. Хозяин их кинулся продавать. Они никому и даром не нужны. 2 месяца щенкам, 3 месяца щенкам. 8 штук их дома сидит. От квартиры не осталось ничего. Что у нас обычно владелец в таком случае говорит? А в селе треба, я их в село вывезу, там оставлю, там кто-то заберет. Вот владелец вывез один коробку. Второй вывез. Третий вывез. Четвертый вывез. И в результате мы имеем на улице добрых 2 десятка новых нестерилизованных животных. С 6-7 месяцев эти животные способны давать потомство. И способны давать потомство 3-4, иногда до 5 раз в год. Цифру, график с увеличением количества животных от одной пары мы уже, собственно, видели. Что, собственно, мы можем сделать? Почему этот поток бесконечен? Потому что владельцы у нас не ограничены никакой правовой базой. Нигде не зарегистрированы. И ни перед кем не несут ответственности. То есть, что нас приводит к следующему пункту, пожалуйста, далее. Это законодательная база. Законодательная база Украины у нас сейчас по бездомным животным состоит из всего двух документов. Это закон Украины про захистство Ренвиджурстокова по воджине. И правила содержания домашних животных. Эти правила принимаются практически каждые несколько лет в каждом городе отдельно. Они не слишком отличаются одни от других. Они принимаются на основе всего этого же первого закона. Вот в Житомире эти правила были приняты 1 июня. Новые. И как человек, который в эти правила посмотрел, я вам скажу, что они просто абсурдны. Это не правила содержания животных, это правила против содержания животных. Ну вот приведу достаточно смешной пример. Это список потенциально опасных пород, который включен в эти правила. В списке содержится, я специально зачитаю с листочка, овчарка Кауфмана, доберман Владыка Рощицы, кенгуровая собака, леопардовая собака и супердог и его помесь с Майконгом. И если еще что-то можно говорить о кенгуровой и леопардовой собаке, это аборигенные дикие породы, одна из них живет в Австралии, вторая в ЮАР, и обе больше нигде, кроме этих мест, не встречаются, то насчет остальных пород 3 года назад мы писали письмо в Международную Федерацию, занимающуюся регистрацией пород собак. Так вот глава Федерации об этих породах ничего не знает. Он сказал, спасибо за список, когда в следующий раз к нам будут подавать какие-то новые виды, мы будем знать, откуда название выбирать. То есть это просто несуществующие породы, которые придумал кто-то, кто составлял эти правила. Итак, что, пожалуйста, дальше, что же мы должны сделать, чтобы правила заработали и вообще, в принципе, что-то у нас вообще как бы заработало. В первую очередь это пересмотреть эти самые правила содержания. К правилам содержания, к их разработке должны быть обязательно подключены ветеринарные специалисты, это не чиновники от ветеринарии, это должны быть действительно врачи, которые понимают какие-то определенные проблемы. Обязательно зоотехнологи, кинологи, занимающиеся собаками, фелинологи, занимающиеся кошками. И этологи, это люди, которые занимаются социологией групп, социологией человека плюс социологией животного. Далее, по правилам содержания у нас должны быть площадки для выгула животных. У нас в Житомире есть две, обе размера метр на метр. Всего две на город. Площадки эти должны быть организованы в достаточном количестве, хотя бы одна на несколько кварталов, и обязательно оборудованы хоть какими-нибудь урнами. Потому что банально, владельцы должны быть, да и да, убирать за своими животными. Сейчас это просто физически нельзя сделать, потому что до ближайшей урны идти километр. Ну, лично она себе проверяла, пять кварталов я шла, ни одной урны не увидела. Я могу убрать за своими собаками, и, к сожалению, мне просто некуда, убранная, деть. Далее, что кроме площадок для выгула должно быть? Обязательно должна быть удобная и обязательно бесплатная регистрация животных. Сейчас данные вот правила, которые предусматривают содержание, они говорят о том, что регистрироваться животные должны за счет чипирования, а чипирование проводится только за счет владельца. Стоимость установки чипа около 300 гривен. Производится она только в двух ветеринарных клиниках в городе Житомире. Кроме того, номер этого чипа надо зарегистрировать в базе. Регистрация дополнительная номера чипа стоит еще 300 гривен. Устройств для считывания в нашем городе имеется всего два в тех же клиниках, которые чипируют. То есть зачем мы идентифицируем животных? Программа «Четыре лапы», которая стерилизует, она тоже ставит чипы. Только прочитать эти чипы нельзя нигде. Что нужно сделать? Устройства для считывания чипов должны быть обязательно в любом ветеринарном учреждении и плюс обязательно должны быть в полиции. То есть если попалось на улице бездомное животное, бездомное, безнадзорное, значит должна быть возможность читать его регистрационный номер и найти владельца. И выяснить, выкинул или потерял. Если потерял, вернуть. Если выкинул, обязательно оштрафовать. Что приводит к следующему пункту. Это наказание поощрения. Во-первых, в первую очередь нужен дифференцированный налог на содержание животных. Хочешь содержать породистое животное и заниматься разведением? Пожалуйста, заплати огромную сумму, купи лицензию на разведение и обязательно пройди курсы за технические. Потому что иначе у тебя получится какая-то странная вещь. Лицензию без курсов не выдавать. За разведение без лицензии штрафовать. Сразу приток уменьшится, ну, как минимум вдвое. Далее, хочешь просто содержать породистое животное? Пожалуйста, стерилизуй это животное и получи уменьшение налога. Хочешь взять беспородное животное? Получи минимальный налог. Если ты пришел в приют и взял животное-инвалида, старичка на доживание, животное с проблемами, не плати налог за животное. И еще по поводу штрафов. У нас закон о защите и правилах содержания устанавливает максимальную сумму штрафа за любое из нарушений, связанных с домашними животными, в 7 необлагаемых налогом минимумов. Это 119 гривен. То есть, цитата из закона. За жорстокое поводжение с тваринами, в чинное действие призвало до мучения, колитства или загибели, накладается штраф от 3 до 7 неоподаткованных минимумов. То есть от 51 до 119 гривен. Для сравнения, пример той же Голландии. За плохое обращение с животными, человеку грозит штраф в размере от 6 до 17 тысяч евро, плюс лишение свободы на 3 года без права внесения залога. За то, что ваша собака покусала кого-то на улице, вы заплатите от 4 до 10 тысяч евро, плюс оплатите человеку лечение. Вот такая вот интересная вещь. То есть, если поднять штрафы, возможно, наконец-то что-то начнет работать. И вообще, в принципе, этот закон нужно заставить работать, потому что сейчас все подаваемые по этому закону заявления полиции просто отбрасываются. Никто не хочет заниматься никакими случаями, связанными с животным. Следующий пункт – это создание системы приютов. Причем создание системы открытой для посещения. Те приюты, которые есть сейчас, свои адреса не обнародуют, не показывают и прячутся от людей просто потому, что если они вдруг где-то засветят свой адрес, то поток животных к ним просто не прекратится. Мало того, что приюты должны быть, и они должны быть в доступности для людей, туда должен ходить доступный транспорт, они должны быть открыты для посещения. Соответственно, учитывая наши привычки, вынес и оставил, обязательно должно быть наблюдение. Камеру над входом, кто принес новую коробку, приехала полиция и оштрафовала. Тогда, возможно, заработает эта система. И следующее – это, собственно, популяризация, ну, наверное, престижности содержания животных беспородных. Потому что сейчас это считается непрестижным. В принципе, никакой разницы между содержанием породистого животного и непородистого, ну, наверное, исключая эстетические потребности человека, никакой разницы в их содержании нет. Они требуют абсолютно одинакового ухода, абсолютно одинакового отношения. И последний пункт, ну, наверное, что-то близкое к социальной рекламе – это повышение общей грамотности населения. У нас сейчас содержание животных обросло таким количеством мифов, которые распространяются, вбиваются в детей с самого детства, что, ну, просто без содрогания это слушать совершенно невозможно. На тех же уроках природоведения, чем вести, я не знаю, журнал «Наблюдение за погодой», наверное, было бы полезнее разобраться в том, что из всего этого является мифами, а что нет. Для начала вот приведу небольшое количество мифов для примера. Собака никогда не укусит ребенка. Конечно, укусит, особенно если он будет ей глазки выковыривать и за хвост дергать. Да, она не сделает этого для того, чтобы этого ребенка убить, она его будет учить как щенка, но ребенку хватит. Одного раза обучения. Еще один миф. Коты после кастрации жиреют, никогда больше активными не бывают и не играют. Вот мне интересно, кто-то рассказал моим котам, которые вертикальные забеги по стенам устраивают уже в течение 10 лет. Кошку надо кормить рыбой и молоком. Еще одна прекрасная глупость. Сухие корма очень вредны для животных. Взять взрослую собаку в дом она никогда не привыкнет. С кошкой нельзя переезжать, потому что она привыкает к дому. Это все мифы, которые нам прививают с самого детства. И пока мы с этими мифами не разберемся, никакие проблемы с бездомными животными мы решить не сможем. Спасибо за внимание. Ваши вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!